Итак, мы продолжаем читать и перечитывать эту книгу «Чтобы ты остался евреем», которая записана со слов нашего учителя Равицка Казильбера. И истории про тех евреев, которые выдержали, несмотря на эту советскую власть, которая объявляла целые пятилетки борьбы с религией, выдержали единицы, не сломились, хотя это совершенно невозможно было представить. И вот Равицкак рассказывает про главного рабина Москвы Рава Левина, который стал рабином Москвы после Равшлома Шлайфера в конце 50-х годов. «Каждый раз, бывая в Москве, я встречался с этим человеком, благословенна память праведника. Он занимал очень сложную должность, и о нем говорили разные. Я глубоко убежден, что он честный человек». Когда Равицкак говорил про какого-то человека, что он честный человек, это самый большой комплимент, трудно ему приходилось. Как он намучился. Однажды власти послали его в Америку. Я точно знаю, что он пошел и спросил у великих мудрецов того времени, стоит ли ему оставаться на посту рабина в Москве или нет. Я думаю, что это был раб мой шеф Файнштейн, Раф Котлер. И ему сказали, если не ты будешь рабидом, то будет гораздо хуже. И велели остаться. Власти постоянно тянули из него жилы. Заставляли подписывать мерзкие заявления. Они угрожали ему очень просто. Если он не подпишет, они закроют единственную микву в Москве. Или запретят выпекать мацу. И так каждый раз. Еще чем они его держали в руках. Ему всю жизнь, которая прошла в Москве, не давали московской прописки. А без прописки его могли выселить в любой момент. Тем не менее, он делал порой весьма рискованные вещи. Это он и даже несколько раз давал детям Рава Аарона Хазана, этот праведник Хасид Хабада, у которого было много детей. Он получал справку от Рав Левина о том, что по еврейскому закону, по закону Торы, детям запрещается писать в субботу. Рав Ицкак не может не вспомнить о Рав Хазане. Я тоже навещал его в Нейбраке. Книга его «Против течения». «Негет зерем». Нет на свете, говорит Рав Ицкак, другого такого еврея, как он. Он совсем особенный. У него в Москве было 13 детей. И все они родились в Советском Союзе. И никто из них никогда не писал в школе в субботу и не работал в субботу. Мы старались держаться в тени. А он во всем шел официально. Отдавая детей в школу, он открыто добивался для них права соблюдать субботу. И вот Рав Хазан получил разрешение на выезд. Чуть раньше меня. Незадолго до этого, в канун Йом-Кипура, за несколько часов до наступления поста, его вызвали в КГБ. Пугали, грозили. Говорили, что заберут детей. Он не выдержал и закричал. «Вы инквизиция!» И разрешение его спасло. Незадолго до отъезда, а Равыцкак выехал из Советского Союза в 1972 году, я слышал выступление главного раввина Москвы, Рава Левина, на собрании раввинов и понял, как он удивительно мудро ведет себя в очень трудной ситуации. Западная пресса опубликовала материалы о притеснениях еврейской веры в СССР. В ответ советские власти организовали общее собрание раввинов. Требовалось, чтобы они опровергли клевету Запада и заявили, что у нас полная свобода совести. То, что говорил, не стану пересказывать, но, как говорил Рав Левин, умно и смело, и даже слишком прозрачно. Ну, что я могу сказать? У нас есть синагога. Кто желает, может молиться. Я уже пожилой человек. Я слаб здоровьем. Мне трудно говорить. Хочу сказать одно. Сказано в псалме царя Давида. Пусть они имеют лживые уста, говорящую ложь против праведника заносчива с высокомерием и презрением. Горячо сказал от всего сердца. Пусть они имеют лживые уста. Всем было понятно, что это лживые уста властей. И сошел с трибуны. Это раввин, главный раввин московской синагоги. А сейчас Равицкак хочет рассказать о великом праведнике, о великом еврейском мудреце, бывшем равине Полтавы, о Айзеке красильщиками. Как-то в Москве я услышал, муж такой-то, цили, цыпы или двойры, пишет свой комментарий на Иерусалимский талмуд. Они говорили, не называя его имени. Специально, чтобы не повредить ему. Я подумал, неужели в наше время есть кто-то, кто способен писать комментарий на Иерусалимский талмуд. Позже, через несколько лет, я узнал фамилию этого человека. Красильщикам. И он писал свой комментарий, не имея под рукой никаких книг, кроме томов самого Иерусалимского талмуда. Надо вам объяснить, что у нас есть два талмуда. Один Вавилонский, а один Иерусалимский. На Вавилонске написано множество комментариев, все слышали имя Раши, Рамбана, Рамбама, Рабейну Ашера, Ришоним. И вплоть до наших дней. на Иерусалимский есть очень немногочисленные комментарии, очень трудные для понимания. Редко современники изучают его. И обычно человек на старости лет, после того, как всю жизнь он посвятил изучению Вавилонского талмуда, начинает учить Иерусалимский. А Раб Красильщиков взял на себя работу, какой до него в мире вообще не был. главным образом во всех ешивах мира учат Вавилонский талмуд. А он написал особенный комментарий на Иерусалимский на уровне простого объяснения и дополнил его глубоким анализом отдельных мест. Он объяснил так, что любой человек может его понять. Теперь Иерусалимский талмуд можно учить благодаря, можно сказать, подвигу Раб Красильщиков. А как это началось? Каждый седьмой год, то, что мы учили в главе Бэгар, это завершение последней две главы книги Ваикра Баар Убехокотай. Там рассказывается о заповеди Шмита о седьмом годе в земле Израиля, когда запрещено обрабатывать землю, хозяин должен сделать свой участок, свой сад, свой виноградник, свое поле ничейным. И любой человек может прийти сорвать плоды в его саду, так же, как и он сам. Он может взять только на три трапезы. То есть полный забред обрабатывать землю. И вот наступил такой год. И в предисловии к трактату Швеид. Это седьмой. Это трактат Иерусалимского Талмуда, посвященный заповеди седьмого года. Шмите. И он пишет, что предисловие, что оказаться в святой земле Израиля и практически исполнить эту заповедь у него нет возможности. Все ворота закрыты. Поэтому в этот год он начинает писать комментарий на именно этот трактат, чтобы быть связанным святостью земли Израиля. А после этого Равкрасильщиков продолжил свою работу и написал комментарий почти на весь Иерусалимский Талмуд. Это был главный труд всей его жизни. И занимался он этим глубокой тайной. И где-то через восемь десять лет после его смерти его труд был издан в наибраке. Семь больших томов. Но как удалось найти эту рукопись? Кто нашел и издал ее? Это отдельный разговор. Это американский рабин Мойль, раб Цви Бронштейн, чтобы память о праведнике была благословена. Цви Бронштейн был рабином и очень популярным Мойлем, человеком, который делает обрезание в Нью-Йорке. В 50-е годы он сначала начал ездить в Польшу, а потом и в Советский Союз. Как он рисковал? Он рисковал жизнью на квартирах. А в Киеве это было на еврейском кладбище, там, где омывали трупы. Он тайно делал обрезания для советских евреев. Там, на этом кладбище, за один день он сделал 25 обрезаний. Ну, и, конечно, стало известно его деятельности в КГБ. В Киеве его арестовали. Не посчитались даже с тем, что он американский поданный. В тюрьме КГБ его вызывали на допрос, мучили, избивали. Там он перенес инфаркт. И тогда они испугались. И на самолете отправили его сначала в Прагу, а оттуда в Лондон. Мало людей знают о подвиге Рава Бронштейна. Ведь он настоящий герой. Ну, мы понятно, мы жили в Советском Союзе и не могли не рисковать. А он, что заставило его приезжать, что заставило его рисковать жизнью. В один из приездов Рава Бронштейна, уже перед автоклётом, Рав Левин попросил его поехать в больницу и навестить бывшего рабина Полтавы Рава Красильщикова. Он великий еврейский мудрец Талмит Хакам. Лежит в больнице такой-то и такой-то, в такой-то палате, поезжая навести его. Рав Красильщиков знал, что от этой болезни он уже не выздоровеет. И он рассказал Раву Цви Бронштейну, что он написал комментарий на Иерусалимский Талмуд и объяснил, где его можно найти. И он взял Рава Бронштейна за руку и сказал, давай заключим договор, что ты найдешь мои рукописи и издашь их. Рав Бронштейн сказал, как я могу обещать, я же постоянной слежкой КГБ, как я смогу вывести. И в этот момент под подушкой была рукопись второго тома книги Твуна. Это комментарий на очень тяжелые разделы книги Рамбама об освящении имени кварца. Первая книга вышла в 26-м году, когда он был раввином Полтавы. И это последний труд на тему Торы, который был издан в Советском Союзе. Так вот, 70-е годы он передает эту рукопись Раф Бронштейн. И Раф Бронштейн сделал вид, как будто он ставит ему термометр, а в это время взял эту рукопись, засунул к себе под пиджак, а потом засунул под штанину. и только в гостинице, когда он смог читать то, что написано на этих листах, он понял, с каким великим еврейским мудрецом свела его жизнь. И то, что он дал ему обещание, если он сможет, он вывезет эту рукопись. Через несколько недель в больнице Раф Бронштейн умер. Извините, Раф Красильщиков умер, а Раф Бронштейн после того, как он чуть не умер на допросах и пытках в Киевском КГБ, ему запретили въезд в Советский Союз, и он начал посылать посланников, чтобы найти рукопись. И он с Рабином из Бора парка, Раф Яковым, который приезжал на деньги Раф Бронштейна 12 или 13 раз в Советский Союз, познакомился с дочками Рафа Красильщикова, у которых хранились тетради с его рукописями, и с большим риском, с большим трудом ему удалось эти рукописи вывести, и редактировал эти рукописи великий Гаон нашего поколения Рафаим Каневский и его Хаврута. И вот попросили великих мудрецов нашего поколения составить как бы рекомендацию, разрешение на печатание этого удивительного труда. И вот то, что великий мудрец нашего поколения Раф Йосиф Шалом Ильяшев пишет в предисловии к этому изданию. Мне показали рукописи на Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Рава Айзика Красильщикова, Равина Полтавы. Он писал свой комментарий в советском гееноме под гнетом врагов, которые воевали с Торой. В мраке этого изгнания он написал такой труд, который вызывает восхищение его величием и смелостью его духа. Надо вспомнить добром Равина Цви Бронштейна, который, рискуя жизнью, сумел вывести этот комментарий из Советского Союза и на свои деньги его издал. Он совершил хесед, милосердие, к делу жизни великого мудреца. Из-за этого ему полагается глубокая благодарность, благословение всем, кто помогает этому великому делу. Я держал в руках эту рукопись, в браке. И первый том, который Равцви Бронштейн вывез на своем теле из Шереметьево, он положил это сзади, и его обыскивали и буквально пару сантиметров от этой пограничницы до того, как бы она нащупала эту рукопись. Эта рукопись находится в Нью-Йорке у дочери Равцви Бронштейна. Его зять показал мне эту рукопись. Написана тетрадь для записи, а внутри комментарий на вавилонский, извините, на первый том броход иерусалимского Талмуда. Первые годы, когда закрыли синагогу в Полтаве, раб Бронштейн переселился в Москву и работал бухгалтером. А когда ему нужно было больше и больше времени, чтобы посвятить этому главному труду своей жизни, он писал по ночам. Он запретил себе приходить в синагогу, потому что там есть доносчики, даже на великие праздники. Я говорил с человеком, отец которого приходил из московской синагоги на заставу Ильича, там, где жил Рав Красильщиков, чтобы в Роша Шана трубить ему шофар. Я говорил с Рав Штейнгартом, он говорил, что его дедушка учился хаврутой с Рав Красильщиком. Я собирал материалы об этом подвиге. И фильм, который я сделал, «Если забуду тебя, не рушал, руша», это фильм про подвиг этого великого еврейского мудреца, Равайзика Красильщиков, и не менее великий подвиг Равцви Бронштейна, который вложил годы, чтобы этот труд оказался за рубежом, и он его издал. Перед своей смертью Равцви Бронштейн завещал своим детям, своим внукам, что когда его понесут в последний путь, за ним не слетие изданные им дома Иерусалимского Талмуда. И он сказал, «Я знаю, в будущем мире я встречусь с Рав Красильщиком, и я скажу ему, что я выпил, выполнил то, что я ему обещал там, в московской больнице. Великие мудрецы нашего поколения пишут про то, что это подвиг. Несомненно, это подвиг. Но когда я изучал материалы, я узнал, что в 1951-192 году, когда нагнеталась антисемитская кампания в Советском Союзе, когда арестованы были врачи, когда про них в правде было написано «врачи-убийцы». Сталин, вот этот средневековый миф, он поднял, чтобы сказать, что все евреи враги, что они служат джойнту, что они замышляли убить глав Советской партии и правительства. И в марте должны были повесить врачей на Красной площади, а дальше были составлены списки товарники, подогнанные главным городам Советского Союза, чтобы всех евреев, три миллиона евреев Советского Союза переселить туда, на границу с Китаем, Хабаровский край, и уже были на километры построены бараки, а там мороз 50-60 градусов, по дороге Сталин планировал, чтобы треть не доехала до места, а те, которые доедут, они погибнут от мороза, ему не нужен был газ в лагеря смерти, который использовал его друг Гитлер. Но Равицкак, как мы уже читали в этой книге, он находился в четвертой трудовой исправительной колонии ГУЛАГа, и вечер Пурима, это в начале марта, ему сказали, что ты нам рассказываешь про какого-то Омана, который был когда-то 2000 лет, вот сейчас Сталин планирует убить оставшихся эти 3 миллиона советских евреев, которые пережили катастрофу, многие из которых были героями Великой Отечественной войны, сейчас их всех по спискам собирали, чтобы отправить на смерть. То, что планирует Сталин, все осуществилось. И Ровыцкак ему сказал, Сталин только плоть и кровь, кто знает, что с каждым из нас может быть через полчаса. И через 31 минуту у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и от этого он не встал. И когда официально объявили о его смерти, Ровыцкак несколько дней подряд произносил псалмы царя Давида, своего далекого предка, чтобы он не оправился. И так уже ближайший месяц было пересмотрено дело врачей, и Берия объявил, что это была ошибка, и забрали орден Ленина у доносчицы, у врача Тимошук, и выпустили из тюрьмы, из архипелага ГУЛАГ, и Ровыцкака, это была амнистия, и моего отца Секрону Левраха. И когда мне было уже три года, я беру, бабушка говорит, вот посмотри, поцелуй этого мужчину, стоял какой-то мужчина с коротким ежиком, это был мой отец, который вышел из лагеря, я заплакал, я его не знал, мне было полгода, в 50-м году, когда его посадили, и вот сейчас мне уже было три года, он вышел по амнистии. Почему же Ровыцкак мог такое сказать? Потому что он сказал, не спит и не дремлет страж Израиль. Творец, который обрушил такой страшный удар на евреев Европы, когда треть еврейского народа погибла, мы останемся в живых. Не сможет Сталин осуществить свой кровавый замысел. и его хоронили. А евреи плакали, потому что рассказывает моя жена, как ей сестра рассказала, как ее отец увидел ее двухлетнюю, трехлетнюю, которая игралась с игрушками на ковре, и он сказал, как же ты будешь жить, ведь его нет. Это вера советских евреев, советских идолов. Но, слава Богу, мы живем уже после этих времен. И главное испытание нашего поколения, как сказал наш учитель Гаон Равмойши Шапира, это испытание верой. Пойдем ли мы по той тропинке, которую проложили для нас наши учителя, или мы будем жить, как будто ничего этого нет, как будто мы живем в усовершенствованном Советском Союзе. В магазине есть водка, соленые огурцы, мы слушаем передачи из Советского Союза и живем той жизнью. Либо либо мы делаем шаги на святой земле, мы возвращаемся к своим корням, с твоей книги книг, к своему главному назначению. Вы будете у меня «Мемлехет коаним и гой кадош». Вы будете у меня народом священником и народом святым. Это главный выбор для нашего поколения. И то, что говорит Творец в Торе отдал тебе добро и зло, жизнь и смерть и выбери жизнь, чтобы ты остался евреем.